Ребятки, выпуск без полета, так как видите, здесь вот такой есть знак, бесполетная зона, летать нельзя, но я думаю, что и так таких видов вам хватило и просто через камеру. Ребята, всем привет, вы на канале Семья на чемоданах, меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайся, если ты еще это не сделал. И вы знаете, сегодня у нас праздник, который хочу разделить вместе с вами, мы отправляемся с вами в то место, которым я очень с вами хочу поделиться, находится оно на Красной Поляне, это бассейн, цену узнаете и сами просто обалдеете, насколько это дешево. Еще, перед тем, как набрать 7000 подписчиков, совсем незадолго до этого случилась еще классная такая история с нами, то, что наш канал показали по центральному телевидению на Россия 24. Это тоже благодаря вам, я его сегодня покажу вам в этом тоже выпуске, как все происходило и какие фрагменты были. Думаю, из вас многие не видели. Короче, ребята, до цифры в 7000 подписчиков было очень много всего, поэтому мы решили отметить такое число подписчиков и отправиться в наше любимое место и, конечно, вас пригласить вместе с нами. Погнали! В общем, ребята, здесь на въезде на территорию нужно охраннику дать водительские права, он там оформляет пропуск и заезжаете сюда. Да, ну а что дальше? Сейчас все увидите. Вот сюда нужно пройти будет, заплатить. А пока мы съездим, сразу поставим машину на парковочку. Такая здесь территория, теннисный корт. Сейчас, конечно, все покажу. Ребята, здесь, смотрите, все делится по корпусам. На въезде дают вот такую вот штуковину. Оплачивать нужно во втором корпусе, запомните. Ну, а в принципе, если кто-то из вас приедет сюда, вам на охране скажут. Оставляете машину просто здесь на парковочке и потом ножками проходите и оплачиваете. В обходе здесь есть такой градусник, смотрите, температура 33 в тени, прикиньте. И все, мы оплатили. Там дают вот такие вот зеленые браслеты. 450 рублей стоит посещение взрослого детвора у нас бесплатно. Вот. Сейчас покажу вам, какие здесь красоты. Ну и не знаю, ребята, напишите в комментариях, какая локация может похвастаться такой ценой, такой крутизной. Почитайте, смотрите, бассейны, да, здесь вот тут вот закрытый бассейн 25 метров, качельки, да, такая зона, где можно пожарить шашлык. И самое главное, конечно, вот эти прекрасные виды. Также здесь есть душ, переодевалки и, конечно, туалет. И кофе. Да. Надо такие построить, что есть, а, напитки, да? Нет, здесь вот, да, шашлыки можно жарить. Зашел я, в общем, в это, кафе, делал так обеду, нам надо покушать, заодно протестировать здесь это заведение и рассказать, да, по ценам. Думали, сейчас закажем две пиццы, там, туда-сюда. В итоге пиццы нет, хачапюри нет. Заказали удон. Короче, сейчас покажу, что мы заказали. Представляете, на днях мне прислали в директ предложение, мол, типа, взять интервью с телеканала Россия 24. И сейчас буду показывать по телеку. Давайте вместе посмотрим. Здравствуйте, это программа «Мобильные репортеры», я Юрий Богданов. И вначале, по традиции, некоторые яркие моменты этого выпуска. От Калининграда до Владивостока сезон отпусков не за горами, и в стране уже набирает обороты внутренний туризм. В интернете жители России делятся кадрами своих путешествий по разным уголкам нашей страны. Немало фотографий и видео солнца, пальм, гальки и морских волн выкладывают пользователи из Сочи. Там пляжи также не пустуют. Причем, если одни наслаждаются побережьем Черного моря, то другие оставляют пляжный отдых и отправляются покорять горные вершины. Какие тут виды, а? Вы только гляньте. Благо, погода позволяет, как рассказал нам автор этих кадров, которые находятся сейчас в городе-курорте. На улице жарко, солнце очень сильно такое полючее, и даже по моему лицу видно, что я сгоревший. Достаточно было пару часов провести на пляже. Мы просто доехали из Москвы, чтобы перезимовать, и вот задержались здесь дома. Сочи — это город. Здесь пальмы, есть море, есть горы. Все здесь собрано в одном городе, то есть и инфраструктура развита. В общем, мы заказали две порции хрим. Здесь у нас, как он называется, удон. Ну-ка, Настенка, помогай мне. Что-то оно как-то закрыто оттуда. Да, вот. Ну вот, лучше. А, нет, это соба моя. Да, соба-особа. Вот. И еще мы заказали две порции наггенсов. Сейчас вам покажу. Вот так вот это выглядит. И стоимость нам обошлась в 1400. Слушайте, ну такая жара, что мы, конечно, сразу искупались, а сейчас искупаемся вместе с вами. Что, давай? Нырнем, Настя? Настя, давай, давай. Ну, пойдем. Ну, пойдем вот так, пойдем. Вот так. Здесь такой детский бассейн, но что же пацаны уже вон прыгают. Вон, Тёмка плывет. Роська, пошел. Ром, пойдем, вернем. Давай с головой-то. Ай? Да, так. Уйдем, давай. Ручку давай. Нет, здесь глубоко, иди туда. Давайте, Артем, я аккуратно, не ныряю. Пойдем. Ну, все, ныряем, Настя. Все, готово? Ты что? Давай. Давай. Раз, два, три. Попыли. Глаза открываешь, капец прям. Что, больно? Ну, типа, дереть начинаешь. Да? Здесь тепло. Ну, нормально. Ну, и самый, конечно, прекрасный вид, смотрите, с каким видом можно купаться за четыре сотки. Дальше огонь. Опа. Рядом, здесь же, на территории кафе. И сразу видите детский бассейн, прям возле взрослого. Красота. Людей, конечно, много. Но лежаков всем хватает. Тинька тоже всем хватает. Это самое главное, что и лежаки, и вот эти зонтики, они включены в стоимость. Это же так классно. Что, больно? Давай. Два, три. Кайф. Кайф, да? Да, я не знаю. Кайф. Да. Вид вообще великолепный. Зимой он тоже работает, а? Твой вид? Да. Твой туда, еще и гор. Ребята, я еще очень хотел вам показать одно место на Красной Поляне, но, к сожалению, не получается, так как дети очень сильно устали от бассейна. Родион там еще чем-то проткнул палец. В итоге вот только мороженое сейчас спасло. Поэтому, да, короче, ситуацию спасло мороженое. Поэтому, наверное, в другой раз подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно, хочу сказать огромное спасибо тем, кто поддерживает. Ведь именно благодаря вам сейчас нас уже больше 7 тысяч подписчиков. Совсем скоро 10. Я с вами прощаюсь. Пока. Да, ребята, и тут выпуск должен был закончиться, но мы приехали домой, зашли домой, помылись. Я выхожу, смотрю в окна, а там тучи, гром гремит, кусты трясутся. И я решил взять камеру и отправиться на море. Возможно, там сейчас мы увидим шторм. Возможно, мы там увидим убегающих людей. Потому что ветер тоже сильный. И мне очень хочется в этом выпуске показать вам, как по щелчку здесь поменялась погода. Давайте тогда продолжить смотреть. Ребята, надеюсь, ветер сейчас не будет мешать. Посмотреть, какие тучи в горах. Как это смотрится все серо. Какие облака стелятся между горами, между ущельями. Ух, ветрищик какой. Все, теперь точно на пляже. Погнали. Еще и на закат посмотрим. В общем, ребята, пока ничего серьезного я здесь не увидел. Ну, единственное, с исключением, что неплохо так шатают все высокие деревья, кипарисы. Посмотрим сейчас, что на пляжах. В общем, мы приехали сейчас к ресторану Магеллан. Пляж Магеллан, можно его называть. Можно спорт им, если прям правильно. И здесь все можно видеть. Людей почти нет. Даже вот продавцы, видите, отсюда эвакуируются. Потому что действительно погода портится. Ветер, конечно, сильный. Я надеюсь, что защита микрофона нас с вами спасет и сильно задувать не будет. Но если будет, то извиняйте. Набережная. Ой, ребята, я не знаю. Сегодня такой прекрасный закат, что я думаю, что мы сегодня с вами его посмотрим. Вау, кайф. Ну, давайте спустимся на пляж. Поглазеем, что и как. Ну, людей все, людей нету. Всех сдуло. Немножко мороси дождик. Но там тучи, конечно, вообще серьезненькие такие. Уберите. Еще нет людей. Пусто. И туда вдоль тоже никого нет. Моря, что тормит. Но не сильно. Но хотя бы, знаете, как бы сбило рельеф. Будем идти вот так вдоль. Никого. Посмотрите. Вот так бы позавчера буквально на пляже было бы. Было бы классно. Я напомню, что погода просто изменилась вот так вот. И все. И резко подошли вот эти вот тучи. Вы видели, да, что в горах. Поэтому иду и думаю. Хорошо, что пацаны очень сильно устали и начали капризничать. И мы поехали домой. А то сейчас в горах бы нас вся эта история накрыла. А мы бы там до Газпромчика бы добирались на автобусе от Красной Поляне. Потому что так удобно мы для себя открыли. Такой новый способ. Вот. И приехали. У вас гремит. Возможно, сейчас увидим с вами даже молнию. Ну, посмотрим. А пока можно просто полюбоваться шикарным закатом. Закат будет шикарный. Учитывая, что подходят тучки. Когда солнышко сойдет, упадет в морюшко, он все раскрасит. Цвета такие классные. Ну, я надеюсь, так будет. Ну, посмотрим. Сейчас с вами подождем. Пока пройдемся по пляжам. Посмотрим обстановку. Вы быстро, видите, все убрали. Сложили все лежаки. Шикарные птицы птикали. Эть. Для зонтов. Вроде нет. Для чего это будет? Прямо так, видите, по периметру. Что-то вдоль пляжа воткнули. Не знаю. Смотрите, как указатель. Возле вот такого указателя надписи ВФВ есть такие качельки. Не знаю, пока они платы-неплаты, где бунглы. Но, по крайней мере, сколько раз наблюдаю. На них все катаются. Значит, и мы тоже с вами покатаемся. Чуть. Прям чуть-чуть и пойдем дальше. Солнце все ниже и ниже садится. Так что, как лайфхак. Кто приедет, качельки тут стоят. Давно поставили. Приходите, катайтесь. Ну, конечно, здесь очередь на них. И еще, ребята, для тех, кто думает, что песочек есть только там, где Рэдисон, то нет. Тут тоже есть песочек, видите? Вот так они сделали здесь. Окультурили. И тоже есть волейбольная площадка. Для тех, кто хочет поиграть в волейбол, она совершенно бесплатная. Так что Рэдисон больше не может похвалиться тем, что он единственный пляж вот с таким песком. Нет. Здесь веберитинге их целых три штуки теперь. А вот это, кстати, пляж Бридж. Посмотрите, как там под навесом плотно стоят лежаки. То есть буквально пройти одному человеку, ну, я не знаю, даже и проходить даже неудобно. А вот эти все лежаки, это, видимо, какие-то на символическую плату. Вон еще стопки новых подъехали, на палетах стоят. И получается, что вот тут вот все вот так усыпано вот этими лежаками. То есть я это к тому, что если вы хотите просто со своим лежачком прийти сюда на этот пляж, то места вам будет тут точно мало, особенно там в каком-нибудь июне, июле, либо в августе. Видите, масштаб, масштаб их лежаков. Чисто такой лежаковский пляж. Но зато у них есть детская площадка. Пока она со свободным входом. То есть если на Рэдисе они уже повесили табличку, я уже показывал, что только для гостей отеля, то здесь вот пока можно побегать детворем, поиграть. Но, возможно, здесь тоже все изменится в июне в каком-нибудь и скажут все, до свидания. А вот здесь вот заканчивается, ребята, пляж Бридж. Вот ихняя последняя переодевалка. И начинается пляж Бархатные сезоны. И как вы видите, он тоже все свернул. Зонты, естественно, убрали из-за сильного ветра. Кстати, вот она граница пляжа. Цветная такая, флажки идут. Лежаки все, конечно, они тоже здесь убрали. Видите, ветер как дует. Но это еще не самый сильный прыв. Видите, все в стопочку лежит, все аккуратненько. В кафешке играет музыка, но людей уже нету. Никого. Мы тут уже, можно сказать, с вами, ну, по пальцам можно перечитать. Я один. Вот тут две девчонки. Вон там еще ребята фотографируются. Буквально 5-6-7 человек. То есть все. Мы тут до дня гуляли. Было вау. Сейчас ветром всех сдуло. И нету никого. Вон даже от ветра опрокинуло вот эту ракушку. Полусферу такую. Вот так вот. Вот вчера густо, ребята, а сегодня пусто. Ну, по мне, нужно обязательно ловить такие моменты, когда вот так вот вы можете прийти на закат, и не будет никого, и вы просто понаслаждаетесь таким прекрасным закатом. Как вам постановка? Пишите в комментариях. Ну, ребята, я не знаю, как вам, кто там что-то в комментариях напишет, но, честное слово, такие пустые пляжи я не видел даже в межсезонье. Вот смотрите, это бархатные сезоны. На пляже никого. Вот просто, ну, вон там одного вижу человека. Все. В эту сторону смотрим. Никого. Только прекрасное солнце. Я не знаю, у кого-то такая погода, это однозначно минус, но по мне так это огромный плюс. Правда, я вот когда вот так вот наедине с природой на сабборды положили вот такие вот бетонные залитые покрышки, чтобы их не унесло от ветра, еще стянули ремнями. Ну, как-то так вот они решили решить вопрос с ветром. Вообще пустота. Я, кстати, специально приехал именно сюда, на пляж бархатные сезоны. Ну, точнее, я сюда дошел, чтобы показать вам горы, насколько вот они в тучах. По мне так смотрится это великолепно. Я еще думал, застану молнию, просто я пока ехал до пляжа, молния так бахала в горах. А вот ветер, видимо, изменил немножко планы. Ну, сейчас попробуем дойти туда до конца, посмотрим там, потому что здесь вот уже вид начинает портить вот эти вот шикарнейшие бунгалы. Кстати, вот тут бунгалы самые красивые, самые клевые. Ну, сами посмотрите. Новые шторки повесили. Дышащая крыша, чтобы ее так хорошо так продувало. Вау, как солнце сейчас светит, классно, а? Как вам бунгалы, кстати? Тоже можете написать в комментариях свое мнение. Ха, вот так они покидали, значит, все эти таблички с кругами, что шторм, купание запрещено. Тут палатку поставил. Как же тут, ребята, красиво. Только посмотрите. Абхазские грибты, все, чутка снега, пустой пляж. И сегодня у нас прекраснейший закат. Аааа, гляньте, какая прелесть. Вот это кайф, а! Как сейчас солнышко раскрасит вот эти вот тучки. Сейчас будем с вами наблюдать. Ребята, вот теперь я с вами действительно прощаюсь. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Давайте посмотрим закат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Растворюсь, 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 растворюсь. Растворюсь в этих красках дня. Размечаю мир про тебя и про себя. И пусть все нелегко, как тальваны, меня излечат собственные раны. Станяться по пятам и тут, и там, по чердакам, по городу, столице, напиться и договориться. Быть вечно молодым, вечно пьяным, быть одиноким, одиноким и странным. Где же ты, где же ты, где же ты, где же ты моя? Где же ты, где же ты, где же ты, где же ты моя? День к концу, ждать тебя, и огни горят. Мне говорят, не будь дурак, оглянись назад. Где же ты, моя нефа, что околдует этот мир собой?